Я просто на неё могу взвалить вот эту вот нерешаемую задачу, представляете? Нерешаемую. Ведь это не так просто что-то в наследственных делах выцарапать, отсудить и прочее-прочее. И поэтому я настолько в растерянности, но сегодня очень много думала и сама думаю, зачем мне это надо, зачем я сейчас буду заваривать вот эту всю кашу, которая неизвестна, чем разрешится. Мало того, я потрачу кучу денег, представляете, кучу, потому что каждая справка, которую будет нотарию запрашивать, она стоит не 100 рублей, не 200, они будут стоить, не знаю, там от полутора до трёх тысяч, а то и шесть тысяч каждой справки. Справок надо будет собрать очень много, потому что самое главное, я должна предоставить документы, что я именно по родству родная сестра, и что я, что у меня мои родители такие-то, такие, которые жили в этой квартире, и что мы вместе жили, я не представляю, это очень сложно, это очень сложно. Вот. И поэтому думаю, нафиг это надо, нафиг надо это всё. Зачем? У меня своих проблем выше крыши сейчас, своих проблем. Мне их надо решать, и у меня, кстати, у меня у самой реальной проблемы сейчас, и мне нужно их решать, и я их сейчас потихоньку здесь решаю, разруливаю. А тут параллельно ещё одна такая, знаете, тяжёлая масса от умершего брата сейчас там. Так вот, я думаю, я не буду вообще с этим связываться. И что самое-самое-самое главное, моя вот эта невестка, которая сейчас приволокла мужика, она, вы знаете, по натуре психотик, она натуральный психотик. Она нигде не работает, она выпивает очень хорошо, она, ну, мало сказать, что она эмоционально не сдержана, она вообще, она, не знаю, как её охарактеризовать, ну, реально психотик, потому что она себе резала вены. У неё на руках, на одной руке, на другой у неё эти полоски. Она резала себе вены, там, не знаю, по какой причине. Я даже у неё не спрашивала. Вот. И она реально, она, может быть, она шизофреничка, я не знаю, потому что она, почему я вам говорю, что она опасная, как социальная личность, да, она за неделю до смерти, как вот умереть моему брату, Серёж, да, она меня ночью выгнала. Она собрала мои вещи, она мне выставила их в подъезд и сказала, чтобы я уезжала, чтобы меня здесь не было. Представляете, она меня выгнала на улицу за неделю перед тем, как умереть моему брату. И единственное, что я вот уже рассказывала в прошлых видео, я успела забежать к нему в комнату, я присела перед ним на коленях, и у меня было пять минут с ним пообщаться и попрощаться. Больше мы не смогли ничего сделать друг другу, и он был уже обессиленный, он ничего не смог сделать. Он только сказал, повернув голову в её сторону, он сказал, что ты творишь, всё. Он даже, как говорится, руку не смог поднять на неё, условно так говорю. И она меня выгнала. Она меня выгнала, когда я в подъезде собирала свои вещи, складывала ночью, она мне сказала, мне сказали, что ты приехала делить квартиру, ты приехала сюда делить наследство, поэтому пошла вон отсюда. И она меня выгнала и закрыла за мной дверь. Я осталась на улице. Благо, что у меня дочка проживает там, в этом городе, и она за мной приехала на машине, мы всё сгрузили, я уехала к ней домой, и на другой день я вообще домой уехала, улетела. И я тоже вот думаю, если я сейчас займусь вот этим делом, возложу все обязанности, генеральную доверенность на свою младшую дочь, у меня начинает уже какой-то страх быть, представляете? Если она сейчас это всё, конечно, она это узнает, что сейчас родственники, как бы, да, племянница там вступила, вот по доверенности генеральной вступила вот в разбирательстве вот этой наследственной массы, я уже боюсь за свою дочь, за своего ребёнка. Я не знаю, что у неё будет в голове. Если она себе резала там вены, она напьётся, она схватит нож, она пойдёт там кромсать потом моих детей, моих внуков. Вот. Я уже опасаюсь. Я уже, мы уже много обговаривали, и моя вроде бы дочь говорит, мам, сделай на меня доверенность генеральную, давай попробуем побороться за наследство. Вроде бы я так согласилась, говорю, а что, ну давай попробуем. Просто какая-то обида берёшь, что вот уже взяла и мужика привела. Я всё понимаю, жизнь продолжается. Жизнь продолжается, как бы, и она, конечно, она может жить там с другим мужчиной, всё, но я не могу смириться, что вот-вот-вот-вот ещё только вот три месяца прошло, всё, у неё там уже какой-то Федя ходит по квартире и пользуется вещами, пользуется там всей бытовой техникой, которую покупал мой Серёжа, мой брат. Представляете? Она просто в наглую привела, и ей всё похеру. У меня какая-то берёт ревность, мне берёт обида. Но я это в себе всё гашу, я всё это понимаю, я ничего сделать не могу, я же не могу приехать и выгнать там этого мужика из дома. Я там вообще никто, меня саму выгнали. Вот. И я теперь, я теперь говорю, я опасаюсь за свою дочь. Если сейчас я это всё, конечно, сделаю, эта доверенность, чтобы она занималась наследственными делами этим всеми, блин, я не буду спать. У меня будет кошмар, я буду бояться за свою дочь, потому что я её просто оголяю перед, выставляю её на огонь, перед вот этой психопаткой, понимаете? Потому что я знаю, что она напьётся, я не знаю, могут шантажировать. У меня там растут двое внуков, я не знаю, могут детьми шантажировать. Я боюсь, что там могут и с машинами что-то, с машиной с дочерью что-то сделать. Но сделать всё, что угодно можно, понимаете? За это убивают даже. Наследники, как говорится, борются за наследство, они даже убивают друг друга. Есть такие случаи. Люди идут на всё. Люди идут на всё, потому что в этом наследстве стоят большие деньги. И я думаю, что да пропади она всё пропадом. Пропади она всё пропадом, ничего мне не надо. Ну как есть, так и есть. Но отжил он и отжил. Что осталось, пусть это останется уже в той жизни с его вдовой, с этой супругой, как она будет жить. Бог ей судья, понимаете? Бог ей судья. Жизнь такая у неё длинная, как говорится, будет, если да, то спотыкнётся ещё не раз и не раз, не знаю, аугнется это и всё. Но я думаю, что мне ввязываться в это не надо. И вот это вот сегодняшнее видео, которое я вот сейчас записываю, рассказываю вам, да, может быть где-то у меня перепрыгивают фразы, перепрыгивают мысли, потому что всё перемешано в голове. Хотелось бы просто послушать вас, как бы вы поступили, понимаете, в этой ситуации. Как бы вы, вот просто проиграйте ситуацию. Вот если бы это был ваш брат, вот с такой женой, вот с такими вот наследственной массой вот этой, и вот вы, сестра, как бы вы поступили? Смогли ли бы вы перешагнуть вот через себя и начать с ней судиться и что-то отбирать, понимаете? Я лично не понимаю, вообще не понимаю, что мне положено, допустим, и положено ли мне вообще. Вот. Потому что можно, можно вступить в это всё, копнуть это всё, заплатить большие бабки, скажем так, получить гемор огромные, убить время и остаться ни с чем. Может, может такое быть. Вот. А может там что-то ты отсудишь себе, там какую-то, не знаю, сотую, одну сотую какого-то, не знаю, угла туалета, может быть такое. Но я же не приеду, не заберу этот кусочек угла этой квартиры, да, никак. Кому я потом этот кусок? Вот он у меня будет, там мне присудит, там, одну пятнадцатую, там, или одну двадцатую жилплощадь, ну, примерно говорю. Кому я вот этот квадратик, я могу? Мне его никто не купит, понимаете? Никому его не продам. И туда я не приду, не поставлю свою, как говорится, табуретку, вот именно на этот квадрат. Просто будет одна головная боль и одна проблема, и потом я сама же тебе скажу, нахер я это всё, зачем мне это, я в это всё ввязалась, и мне это всё надо. Вот. Поэтому, мои хорошие, я просто сейчас именно вот с такой темой вышла на вас. Мне хочется послушать, как бы вы поступили, понимаете? Как бы вы поступили, вот. Ну, ещё раз хочу сказать, моё мнение сейчас, на сегодняшний день, я думаю, что я на этом ставлю крест, моё мнение, я думаю, что я не буду в это ввязываться. Я не буду в это ввязываться, потому что, потому что, потому что это всё, это всё непонятно, это всё бесконечно. Можно потом судиться годами, что-то отбивать, и стоит ли, ради чего это всё, понимаете? Ради чего? Вот такое-то у меня было сегодня видео, вот такое-то у меня был сегодня с вами разговор. Поэтому, если у кого-то есть какие-то мнения, какие-то, может быть, есть, кто-то, может, понимает вот это вот, все эти законы, законы, кто-то, может, сталкивался, напишите, мне просто интересно. Вот. И ещё, коль я сейчас с вами уже на экране, значит, у меня потом не будет несколько дней с вами, как бы, связи, потому что я буду работать, у меня не будет возможности, да. Я хочу вас поздравить с наступающей Пасхой. Она, по-моему, у нас, она же у нас будет в воскресенье, вот. Поздравить вас, счастья вам, здоровья. Давайте не будем ссориться, давайте будем дружить. Мира вам в ваших семьях, счастья, здоровья вашим родителям. Поэтому миру мир, как говорится. Время сейчас у нас не совсем такое, скажем, лёгкое, тревожное. И поэтому будем надеяться на лучшее. Если мы будем добрее к друг другу относиться, то и, я думаю, у нас на нашей планете, на нашей земле тоже будет всё по-другому. Я вас всех люблю, очень люблю. Целую вас, обнимаю. Вот так вот всех-всех-всех. Вот. Всем передаю приветы. Пишите мне. До скорой встречи. До скорой встречи.